Фёдор Достоевский. Записки из «Подполья». Часть первая. «Подполье». И автор записок, и самые записки, разумеется, вымышлены. Тем не менее, такие лица, как сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывалось наше общество. Я хотел вывести перед лицо публики поведнее обыкновенного один из характеров протекшего недавнего времени. Это один из представителей ещё доживающего поколения. В этом отрывке о заглавленном «Подполье» это лицо рекомендует самого себя, свой взгляд, и как бы хочет выяснить причины, по которым оно явилось и должно было явиться в нашей среде. В следующем отрывке придут уже настоящие записки этого лица. О некоторых событиях его жизни. Фёдор Достоевский Я человек больной, я злой человек, непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень. Впрочем, я ни шиша ни смыслю в моей болезни и не знаю, наверное, что у меня болит. Я не лечусь и никогда не лечил себя, хотя медицину и докторов уважаю. К тому же я ещё и суеверен до крайности, ну, хоть настолько, чтобы уважать медицину. Я достаточно образован, чтобы не быть суеверным, но я суеверен. Нет-с, я не хочу лечиться со злости. Вот этого, наверное, не изволите понимать. Ну-с, а я понимаю. Я, разумеется, не сумею вам объяснить, кому именно я насолю в этом случае моей злостью. Я отлично хорошо знаю, что и докторам я никак не могу нагадить тем, что у них не лечусь. Я лучше всякого знаю, что всем этим я единственную только себе поврежу и никому больше. Но всё-таки, если я не лечусь, так это со злости. Печёнка болит, так вот пускай же её ещё крепче болит. Я уже давно так живу, лет двадцать. Теперь мне сорок. Я прежде служил, а теперь не служу. Я был злой чиновник. Я был груб и находил в этом удовольствие. Ведь я взяток не брал. Стало быть, должен же был себя хоть этим вознаградить. Плохая острота, но я её не вычеркнул. Я её написал, думая, что выйдёт очень остро. А теперь, как увидел сам, что хотел только гнусно пофорсить, нарочно не вычеркнул. Когда к столу, у которого я сидел, подходили бывало просители за справками, я зубами на них скрижетал. И чувствовал неумолимое наслаждение, когда удавалось кого-нибудь огорчить. Почти всегда удавалось. Большей частью всё был народ робкий, известный просителя. Но из фертов я особенно терпеть не мог одного офицера. Он никак не хотел покориться и омерзительно гремел саблей. У меня с ним полтора года за эту саблю война была. Я, наконец, одолел. Он перестал греметь. Впрочем, это случилось ещё в моей молодости. Но знаете ли, господа, в чём состоял главный пункт моей злости? Да в том-то и состояла вся штука. В том-то и заключалась наибольшая гадость, что я поминутно, даже в минуту самой сильнейшей желчи, постыдно сознавал в себе, что я не только не злой, но даже и не озлобленный человек. Что я только воробьёв пугаю напрасно и себя этим тежу. У меня пену орта, принесите мне какую-нибудь куколку. Дайте мне чайку с сахарцем, я, пожалуй, успокоюсь. Даже душой умилюсь. Хотя уж, наверное, потом буду вам на себя скрежетать зубами и от стыда несколько месяцев страдать бессонницей. Таков уж мой обычай. Это я наврал про себя, давячи, что я был злой чиновник. Со злости наврал. Я просто баловством занимался и с просителями, и с офицером, а в сущности никогда не мог сделаться злым. Я поминутно сознавал в себе много-примного самых противоположных тому элементов. Я чувствовал, что они так и кишат во мне, эти противоположные элементы. Я знал, что они всю жизнь во мне кишели, и из меня вон наружу просились, но я их не пускал, не пускал, нарочно не пускал наружу. Они мучили меня до стыда, до конвульсии меня доводили. И надоели мне, он говорит, как надоели. Уж не кажется ли вам, господа, что я теперь в чем-то перед вами раскаиваюсь, что я в чем-то у вас прощения прошу? Я уверен, что вам это кажется. А, впрочем, уверяю вас, что мне все равно, если и кажется. Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться. Ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своем углу, дразняя себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь, только дурак. Да-с, умный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным. Человек же с характером, деятель, существом по преимуществу ограниченным. Это сорокалетнее мое убеждение. Мне теперь сорок лет. А ведь сорок лет — это вся жизнь. Ведь это самая глубокая старость. Дальше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно нам. Кто живет дольше сорока лет? Отвечайте искренне, честно. Я вам скажу, кто живет. Дураки и негодяи живут. Я всем старцам этого глаза скажу, всем этим почтенным старцам, всем этим сребровласым и благоухающим старцам, всему свету в глаза скажу. Я имею право так говорить, потому что сам до шестидесяти лет доживу. До семидесяти лет проживу. До восьмидесяти лет проживу. Постойте, дайте дух перевести. Наверное, вы думаете, господа, что я вас смешить хочу. Ошиблись вы и в этом. Я вовсе не такой развеселый человек, как вам кажется, или как вам может быть кажется. Впрочем, если вы раздражены и всей этой болтовнёй, и уже чувствую, что вы раздражены, вздумаете спросить меня, кто ж я таков именно, то я вам отвечу. Я один коллежский асессор. Я служил, чтобы было что-нибудь есть, но единственное для этого. И когда прошлого года один из отдалённых моих родственников оставил мне шесть тысяч рублей по духовному завещанию, я тотчас же вышел в отставку и поселился у себя в углу. Я и прежде жил в этом углу, но теперь я поселился в этом углу. Комната моя дрянная, скверная, на краю города. Служанка моя деревенская баба, старая, злая от глупости. И от неё, к тому же, всегда скверно пахнет. Мне говорят, что климат петербургский мне становится вреден, и что с моими ничтожными средствами очень дорого в Петербурге жить. Я всё это знаю. Лучше всех этих опытных и премудрых советчиков и покивателей знаю. Но я остаюсь в Петербурге. Я не выйду из Петербурга. Я потому не выйду? Ах, да ведь это совершенно всё равно. Выйду я или не выйду? А, впрочем, о чём может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? Ответ — о себе. Ну, так и я буду говорить о себе. Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желается или не желается вам это слышать, почему я даже и насекомым не сумел сделать сам. Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым, но даже этого не удостоился. Клянусь вам, господа, что слишком сознавать — это болезнь. Настоящая полная болезнь. Для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, то есть в половину, в четверть меньше той порции, которая достаётся на долю развитого человека нашего несчастного девятнадцатого столетия и сверх того имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге, самым отвлечённом и умышленном городе на всём земном шаре. Города бывают умышленные и неумышленные. Совершенно было бы довольно, например, такого сознания, в котором живут все так называемые непосредственные люди и деятели. Если бьюсь об заклад, вы думаете, что я пишу всё это из форсу, чтобы пострелить насчёт деятелей, да ещё из форсу дурного тона, гремлю саблей, как мой офицер. Но, господа, кто же может своими же болезнями тщеславиться, да ещё ими форсить? Впрочем, что ж я? Всё это делают. Болезнями-то и тщеславятся. А я, пожалуй, и больше всех. Не будем спорить. Моё возражение нелепо. Но всё-таки я крепко убеждён, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание — болезнь. Я стою на том. Оставим мы это на минуту. Скажите мне вот что. Отчего так бывало, что, как нарочно, в те самые, да, в те же самые минуты, в которые я наиболее способен был сознавать все тонкости всего прекрасного и высокого, как говорили у нас когда-то, мне случалось уже не сознавать, а делать такие неприглядные деяния, такие, которые, ну да, одним словом, которые хоть и все, пожалуй, делают, но которые как нарочно приходились у меня именно тогда, когда я наиболее сознавал, что их совсем бы не надо делать. Чем больше я осознавал о добре и о всём этом прекрасном и высоком, тем глубже я и опускался в мою тину, и тем способнее был совершенно завязнуть в ней. Но главная черта была в том, что всё это как будто не случайно во мне было, а как будто ему и следовало так быть, как будто это было моё самое нормальное состояние, а отнюдь ни болезнь, ни порча. Так что, наконец, у меня и охота прошла бороться с этой порчей. Кончилось тем, что я чуть не поверил, а, может, и в самом деле поверил, что это, пожалуй, и есть нормальное моё состояние. А сперва-то в начале-то сколько я муки вытерпал в этой борьбе. Я не верил, чтоб так бывало с другими, и потому всю жизнь таил это про себя как секрет. Я стыдился даже, может быть, и теперь стыжусь. До того доходил, что ощущал какой-то тайной, ненормальной, подлинной наслажденнице. Возвращаться бывало в иную гадчайшую петербургскую ночь, к себе в угол и усиленно сознавать, что вот и сегодня сделал опять гадость, что сделанную опять-таки никак не воротишь, и внутренно тайно грызть, грызть себя за это субами, пилить и сосать себя до того, что горечь обращалась, наконец, в какую-то позорную, проклятую сладость, и, наконец, в решительное, серьезное наслаждение. Да, наслаждение, в наслаждение я стою на том. Я потому и заговорил, что мне все хочется, наверное, узнать. Бывают ли у других такие наслаждения? Я вам объясню. Наслаждение было тут именно от слишком яркого сознания своего унижения от того, что уже сам чувствует, что до последней стены дошел, что и скверно это, но что и нельзя тому иначе быть, что уж нет тебе выхода, что уж никогда не сделаешься другим человеком, что если бы даже оставалось еще время и вера, чтобы переделаться во что-нибудь другое, то, наверное, сам бы не захотел переделываться. А захотел бы, так и тут бы ничего не сделал, потому что на самом-то деле и переделываться-то может быть неважно. А главное и конец концов, что все это происходит по нормальным и основным законам усиленного сознания и по инерции, прямо вытекающей из этих законов. А следственно тут не только не переделываешься, да и просто ничего не поделаешь. Выходит, например, следствие усиленного сознания, прав, что подлец, как будто это подлецу утешение, коль он уже сам ощущает, что он действительно подлец. Ну, довольно, эх, наградил-то, а что объяснил? Чем объясняется тут наслаждение? Ну, я объяснюсь, я таки доведу до конца, я и перо затем в руки взял. Я, например, ужасно самолюбив, я мнительно и обидчив, как горбун или карлик, но право бывали со мной такие минуты, что если бы случилось, что мне бы дали пощечину, то, может быть, я был бы даже этому рад. Говорю серьезно, наверное, я бы сумел отыскать и тут своего рода наслаждение. Разумеется, наслаждение отчаянию, но в отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения, особенно когда уж очень сильно осознаешь безвыходное свое положение. А тут при пощечнике-то, да вот так и придавит сознание о том, в какую масть тебя растерли. Главное же, как ни раскидывай, а все-таки выходит, что всегда я первый во всем виноват выхожу, и что всего обиднее без вины виноват, и, так сказать, по законам природы. Потому, во-первых, виноват, что я умнее всех, которые меня окружают. Я постоянно считал себя умнее всех, которые меня окружают, и иногда, поверите ли, даже этого совестился. По крайней мере, я всю жизнь смотрел как-то в сторону и никогда не мог смотреть людям прямо в глаза. Потому, наконец, виноват, что если бы было во мне великодушие, то было бы только мне же муки больше от сознания всей его бесполезности. Я ведь, наверное, ничего бы не сумел сделать из моего великодушия. Не простить, потому что обидчик, может, ударил меня по законам природы, а законов природы нельзя прощать. Не забыть, потому что хоть законы природы, я все-таки обидно. Наконец, если бы даже я захотел быть вовсе не великодушным, а, напротив, пожелал бы отмстить обидчику, то я и отмстить ни в чем никому бы не мог. Потому что, наверное, не решился бы что-нибудь сделать, если бы даже и мог. Продолжение следует...